Я хотел бы после вашего интро сказать, во-первых, поблагодарить вас за то, что вы согласились быть модератором этого проекта. Почему? Потому что у нас реально есть одна из самых больших проблем в стране. Это все меньше и меньше ресурсов на русском языке и количество русскоязычных граждан, которых там, одни обвиняют в том, что они не хотели учить государственный язык, вторые, что они в 60 лет не хотят его начинать учить и так далее. Я всегда выступал за объединение общества, поэтому для меня было очень важно, чтобы была возможность отвечать и на государственном языке, и на русском. Потому что то, что особенно пропагандируется у нас в течение последних лет, что гагаузы не хотят, не захотели до сих пор выучить за 30 лет государственный язык, но никто не говорит о том, что урок молдавского языка, как у меня в русской школе фалешных, был два раза в неделю, потом три молдавский язык. Такая же ситуация была в Гагаузе, но я хоть дома говорил на молдавском школе на русском, а те, кто у нас этнические, болгары, гагаузы, они дома говорили на гагаузском, в школе на русском. И у них, можно сказать, вообще не было возможности говорить, поэтому за это еще раз... 12 лет преподают румынский язык, и дети почему-то выходят в достаточное количество без знания румынского языка. Да, есть и такое. Это тоже нужно рассмотреть в качестве решения проблем. Да, поэтому у нас такая, скажем так, небольшая страна, но веселая в то же самое. Я бы хотел, чтобы она была очень дружной, поэтому нужно уважать право всех. И пока мы еще расскажем за Конституционный суд, я вот, например, в Бельцах у нас была возможность погасить все пожары, ну потому что 50% русскоязычников, там 50% других. И вот простым решением, без того, чтобы делать изменения в Конституции, вносить какие-то поправки в законодательство, просто было принято решение, что любой документ в премарии муниципе Бельцы был на двух языках, где я, как мэр города, подписывал, с одной стороны, на государственном, с другой на русском. И, во-первых, я, как русскоязычный молдаванин, в разы увеличил свой словарный запас, потому что я читал на государственном, мне что-то было непонятно, переворачивал на русский, и вот так проблема сошла сама по себе. Эта практика сохранилась? Да.